Полезный город Мера вынужденная. По всей стране сейчас действуют ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом. Коснулись они, как я понимаю, общественного совета. Несмотря на то, что были там некоторые технические сложности у некоторых участников видеоконференции, на мой взгляд, достаточно живо прошло мероприятие. Вопросы задавались. Первый замгенерального директора федерального экологического оператора Максим Корольков, насколько я помню, на все практически ответил. Денис Валерьевич, вот пару слов о том, как вам работа в таком формате, насколько, на ваш взгляд, члены общественного совета вообще включились в нее, можно ли это считать полноценной работой. А потом мы уже предметно поговорим тогда о тех тезисах, которые звучали на рабочей группе. Да, вы знаете, это новый формат для нас. Мы сами еще к нему не пристроились. Приходится работать то дома, то на работе. Но, тем не менее, вынужденные меры никуда от этого не деться. Тем более, что члены общественного совета являются представителями различных регионов нашей необъятной Родины. И собрать всех, к сожалению, в Москве, с учетом текущей ситуации, ну, просто невозможно. На мой взгляд, несмотря на технические сложности, все прошло вполне позитивно и в рабочем состоянии. И мне кажется, что такой формат вполне себе имеет место на существование. Кроме того, все действительно включились и дискуссия прошла конструктивно. Мы отчитались о проделанной работе в 2019 году по федеральным проектам, которые мы выполнили, и о планах на 2020. Ну вот, если о планах говорить, Тамара Яковлевна Шихмина, как раз представитель Кировской области, если я правильно помню, задавала вопрос по проекту ОВОЗ, оценки воздействия на окружающую среду. Как я поняла, у нее возникли некоторые сомнения, потому что специалисты сейчас на местах все делают правильно. Ну, то есть, проводят эту оценку правильно, так как нет неких свежих вводных данных от федерального оператора, и приходится опираться на какие-то старые исследования. Ну, то есть, если говорить о Кировской области, я так понимаю, речь идет об объекте по уничтожению химоружия. Обоснованы ли вообще эти опасения? Вы знаете, не совсем так. Дело в том, что на сегодняшний момент ведется проектирование, и параллельным путем разрабатываются материалы оценки воздействия на окружающую среду. В процессе дискуссии звучала дата 5 мая. К этой дате мы планируем, что проектировщики подготовят необходимый объем информации по проекту, а кроме того, сдадут нам предварительную оценку воздействия на окружающую среду. Дело в том, что мы, начиная с конца января даже, находимся в процессе общественных обсуждений всех материалов, которые поступят на государственную экологическую экспертизу. Уже было проведено общественное обсуждение технического задания на разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду. И поступило, кстати говоря, довольно много замечаний и предложений от общественности, в чем мы, на самом деле, с одной стороны, это радостный момент. Мы большую часть этих предложений учли. Я вам скажу, что порядка 50 замечаний и предложений было. И мы могли учесть и то, что соответствовало непосредственно документации. А далее у нас еще два этапа проведения общественных обсуждений. Второй этап – это предварительная оценка воздействия и, собственно говоря, сама проектная документация. Так вот, к 5 мая планируется, что мы поставили такой довольно жесткий срок для разработчиков данной документации. Мы получим предварительную оценку. Далее эта предварительная оценка пройдет через процедуру общественных обсуждений. Нам также поступят замечания и предложения, и она с учетом замечаний и предложений общественности, экспертного сообщества, научного сообщества будет доработана и превратится уже в июне месяца, даже, я бы сказал, к концу июня месяца, уже в окончательный материал оценки воздействия. Поэтому срок, он вполне себе реальный. Но эти проекты каждый регион будет делать у себя, все регионы, правильно ли я понимаю? Да, естественно. То есть в каждом регионе проходит параллельно одна и та же процедура общественных обсуждений. Ну, там небольшая сдвижка по времени, чтобы это не в один день, как сказать, происходило. Но, в общем и целом, да. Как-то регионы между собой в этом вопросе контактируют, то есть может делиться какими-то методиками, наработками? Вы знаете, вот, собственно говоря, вчерашнее заседание общественного совета, оно и показывает то, что представители экспертного научного сообщества, они находятся все в составе одной рабочей группы и между ними происходит постоянно коммуникация. Кроме того, многие из них являются представителями высших учебных заведений, поэтому между ними уже давние устоявшиеся научные связи, поэтому, без сомнения, они между собой коммуницируют. Ну, вот, насколько я помню, последнее очное такое заседание рабочей группы, если я не путаю, было в декабре как раз в Кирове, у нас тут на базе ВятГУ. Вот с того момента, насколько вообще продвинулась работа по реализации проекта по инфраструктуре именно обращения с отходами первого и второго класса опасности? Потому что вот в Кирове, по крайней мере, у общественности по поводу инфраструктуры достаточно много вопросов возникает непосредственно у жителей Мирного и у кировчан у самих. Вы знаете, ну, весь этот период неустанно ведется процесс проектирования, это довольно сложные инфраструктурные объекты его, для того, чтобы сделать проект требуется довольно длительное время. Ну, как я уже говорил, за этот период из общественных мероприятий мы провели первый этап общественных обсуждений, то есть обсудили ТЗ на ООС. И, опять же, как я говорил, получили довольно серьезный отклик от общественности, что не может не радовать гражданская позиция у населения Кировской области довольно активная. Поэтому вот в ближайшее время мы сейчас выйдем на второй и чуть позже на третий этап общественных обсуждений. Ну, вот, Денис Валерьевич, если говорить вот об этой общественной активности, она все же больше исходит непосредственно от тех, кто входит в рабочие группы, да, там, экологи, ну, то есть специалисты, те, кто непосредственно этим занимаются. Или подключились все равно уже рядовые жители, и их мнения тоже как-то в этом вопросе учитываются? Без сомнения, учитываются любые мнения, поступившие в наш адрес. И единственное, что мы должны рассматривать каждое поступившее предложение на предмет возможности его учета или неучета в нашей работе. И, соответственно, если были какие-то конструктивные предложения, которые необходимо учесть, например, при разработке тех же самых материалов по оценке воздействия на окружающую среду поступали ряд предложений, и что нужно дополнительно рассмотреть в этой работе, то нами учитывались эти замечания. Ну, замечания, извините, баба-яга против, но тут... Ну, это понятно, да. Ну, к сожалению, мы учесть не могли. Ну, вот смотрите, да, тут еще момент по информационной системе, по ГИС, да, которая система учета и контроля за обращением с отходами. Тут понятно, что, да, она не вызывает такого интереса вроде бы у общественности, по крайней мере, вот у простых жителей, как, например, та же самая инфраструктура. Тем не менее, вещь важная, то есть там огромный список задач, которые стоят перед ГИС, она сейчас уже где-то внедряется, если внедряется, если уже прошла обкатку программы, как все прошло? Вы знаете, ну, на сегодняшний момент система находится в разработке, но тестовый режим мы уже запускаем. Мы провели первый обучающий семинар, в котором приняло ни много ни мало 80 человек из-за почти более чем 10 регионов страны. И мы такие семинары будем проводить на регулярной основе, рассылаем обращения в региональные органы власти для того, чтобы и они привлекались, и привлекали, соответственно, производители отходов. Мы хотели бы на раннем этапе вовлечь в эту работу тех, кто будет, собственно говоря, пользоваться государственной информационной системой учета и контроля за обращением с отходами первого-второго классов. И чтобы на раннем этапе учесть также замечания, получить предложение по совершенствованию, и кроме того, чтобы у пользователей данной системы возник опыт обращения с ней, потому что с 1 января 2022 года она будет введена в эксплуатацию, и все будут жить по-новому, по сути своей, используя данную государственную информационную систему. Поэтому, чтобы это не было неожиданностью, мы уже на ранней стадии привлекаем к работе с ней. То есть по ГИС идет точно такой же сбор предложений, потому что вот так с первого взгляда кажется, что это достаточно специфическая такая вещь, и она больше как-то вот, я не знаю, для руководства регионов, то есть для предприятий, то есть для тех, кто непосредственно сможет этим пользоваться, и непонятно, да, на какой стадии может подключиться общественность, и какие дельные замечания вообще можно сделать. Они вообще поступают, такие вещи, которые действительно принимаются во внимание? Здесь больше ведется все-таки работа с теми, кто будет пользоваться информационной системой. То есть непосредственно население, наверное, для населения это не так интересно с точки зрения использования ее, но для экспертного сообщества, опять же, очень можно будет оттуда подчеркнуть важную информацию, так как на сегодняшний день в стране нет, скажем так, стопроцентного понимания по образованию отходов, по их перемещению, по их переработке и, собственно говоря, где они находятся. Соответственно, мы на сегодняшний момент создаем эту систему для того, чтобы понимать весь жизненный путь отхода от момента его образования до момента его, собственно говоря, переработки в какую-то дальнейшую полезную продукцию. И, соответственно, при образовании отхода он будет маркироваться, при перемещении будут геометки, соответственно, можно будет отследить весь жизненный путь любого отхода от точки А до уже точки Б, скажем так. Вот еще один момент, который прозвучал на заседании рабочей группы, создание некого научного консорциума, в котором должны, как я поняла, войти в вузы регионов, где будут реализованы проекты. Я понимаю, да, что сейчас это все, похоже, еще в зачаточном состоянии находится, но, тем не менее, какую функцию вообще предполагает на себя взять этот научный консорциум? То есть, чем будут заниматься специалисты, то есть, к какой непосредственной работе можно их подключить или уже, не знаю, готовы, возможно, кто-то уже подключился? Вы знаете, тут нужно разделить несколько на два вопроса. Значит, первый момент, мы провели уже довольно значительную работу с высшими учебными заведениями и научными центрами в стране, заключив с ними соглашение о сотрудничестве. На сегодняшний момент, вот, собственно говоря, да, вы правильно сказали, что ведется речь о создании консорциума, а его деятельность призвана помочь нам в реализации сложных технологических задач. Дело в том, что федеральный экологический оператор на сегодняшний момент участвует в двух федеральных проектах, национальных, точнее, проектах. В национальном проекте экологии, реализуя в нем проект инфраструктура по обращению с отходами первого и второго класса, в рамках которого, собственно говоря, и создается и государственная информационная система, и будет разработана федеральная территориальная схема обращения с отходами, и параллельным путем создается также инфраструктура, в частности, на базе ближайшего к вам объекта Морадыковский. Ну, кроме того, мы также занимаемся и реализацией проектов в рамках федерального проекта «Чистая страна». И один из самых таких мощных проектов, реализуемых на сегодняшний день, и мы находимся в данном случае где-то уже ближе к завершающей стадии реализации, это рекультивация Челябинской городской свалки. Кроме того, уже есть решение о том, что рекультивация полигона «Красный Бур» — это довольно древний полигон химических отходов под Петербургом, также будет передан нам, и мы будем реализовывать этот проект. Для того, чтобы выработать технологические подходы, нам необходима, естественно, помощь научного сообщества. И в данном-то случае мы хотим использовать консорциум опорных вузов регионов, а также РХТУ имени Менделеева для того, чтобы в дальнейшем реализовывать поставленные перед нами задачи. — Ну вот я смотрела тоже заседание рабочей группы и видела эту Челябинскую свалку, конечно, впечатлилась, во-первых, тем, что она так долго работала, как оказалось, и во-вторых, то, в какие сжатые сроки, как мне показалось, все это было сделано, это уже делалось с помощью научного какого-то сообщества, или это только исключительно наработки федерального оператора, и есть еще тут куда развиваться в этом плане? — Нет, ну точно так же, как и при реализации любого проекта, разрабатывался проект, вырабатывались технологические подходы, и в дальнейшем мы уже перешли к непосредственному выполнению данных работ. Без сомнения, научное сообщество в этом тоже участвовало, может быть, не в виде такого консорциума, как создается на сегодняшний день, но тем не менее. — По созданию вот этого научного консорциума есть какие-то сроки вообще обозначаете для себя, или это будет происходить, я не знаю, там в каком-то естественном режиме, будут добавляться вузы, добавляться специалисты? — Вы знаете, все будет зависеть от поставленных задач, но на сегодняшний момент у нас уставное совещание запланировано, например, на следующей неделе, и, соответственно, на нем, очевидно, и будут выработаны и решения по срокам, и по составу, и по всем остальным текущим таким вопросам, решения которых необходимы для реализации данной задачи. — Вот по регионам, где будут объекты по переработке отходов первого и второго классов опасности, все ли вузы подключились вот из этих регионов уже к работе? — Да, практически все. Нами заключено соглашение с Вятским государственным университетом, с Саратовским государственным техническим университетом, с Удмуртским государственным университетом, с Удмуртским отделением Российской академии наук и с Курганским госуниверситетом, а также с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева в городе Москва. Не так много времени у нас остается, но успеем, наверное, еще поговорить о том, насколько серьезно вообще сейчас могут повлиять на сроки реализации вся вот эта ситуация с коронавирусом, потому что непонятно, когда все это закончится, когда мы сможем выйти из карантинов и встретиться уже в очном режиме, и наверняка есть, возможно, какие-то проволочки с точки зрения подрядчиков, тех, кто выполняет работы. Есть ли вообще сейчас такие проблемы? Вы знаете, несмотря на ситуацию с коронавирусом, работа у нас не останавливалась ни на день. Мы в любом случае продолжаем и находимся либо на удаленке, либо в офисе. Постоянно проводятся совещания в онлайн-режиме или в каком-либо еще. Ну, возможно, где-то это окажет какое-то влияние. Дело в том, что наши контрагенты не все находятся в зоне доступа. Но, тем не менее, сроки федерального проекта никто не отменял, и мы укладываемся пока идем по намеченным планам. Поэтому отставания на сегодняшний момент пока нет. Давайте тогда еще раз проговорим. Вот федеральный проект, вся вот эта техническая документация, когда у нас будут представлены на суд общественности? Значит, непосредственно общественные слушания состоятся в июне месяце. Точную дату мы еще не знаем. Мы подготовили обращение главам администрации, их сейчас рассылаем, предлагаем даты. И в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах эти даты будут определены, о чем мы, несомненно, сообщим общественности и выложим документацию за 30 дней до даты проведения общественных слушаний. Соответственно, любой желающий сможет в течение 30 дней ознакомиться с документацией, подготовить свои предложения и замечания, направить их нам до момента проведения общественных слушаний, либо же принять в них очное участие, и они нами будут учтены. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Это был Денис Плещенко, начальник управления по коммуникациям, федерального экологического оператора. Это была программа «Полезный город». Я, Дарья Топузлеева. Мы прощаемся с вами, Денис Валерьевич. До свидания. Всего доброго, спасибо.